Набор молотков. Сейчас рассмотрим работу. Что я заметил и чем решил поделиться. При работе вот этими молотками. Они во-первых тяжеленькие. И бойки у них разные. Один более плоский, другой более выпуклый. Речь не об этом. Я имею ввиду саму жесткость удара и силы удара. Это самые жесткие молотки, которые жестко просаживают металл. Вот молотки с резиновыми наконечниками. То же самое для осаживания. И вот молотки тоже длинные. Они легенькие, длинные. И ими в основном работают вот таким образом. Там одеваются разные насадки. Но я ни у кого не увидел, кто бы работал именно вот этой обратной стороной. Вот о ней пойдет и речь. В данном случае вот есть у нас ребро. Вот оно, которое надо забивать. При работе вот этими молотками надо соблюдать особую аккуратность. Почему? Потому что... Я сейчас постараюсь снять. Вот. При неаккуратном использовании, вот как мы видим, можно бить-бить и... Вот такие вот получаются ими вмятины. Вот. С ними потом надо возиться. Ну, это все понятно. При работе вот таким молотком маленьким. Опять же, усилия надо прилагать гораздо больше. Ну, либо на мягком металле каком-то заниматься. То есть это так. Мини молоток. Опять же, здесь то же самое. Прямо это работает. Вот. То же самое можно набить. Сейчас покажу. Вот они вмятники. Вот они видны. Попробовал поработать вот этими частями. Мне это очень сильно понравилось. Вот мы видим ребро. Сейчас я возьму тельняшку. И вот в ней мы видим. Вот оно ребро, где линии сходятся. Их надо оставить. Я отметил такую особенность. Во-первых, молотки легкие. Во-вторых, площадь большая и она более плавная такая. Близкая, близкая, ровная. Когда работаешь, вот такие вещи забиваешь вот таким. Во-первых, удар получается легким. Во-вторых, площадь бойка сравнить с этим молотком. Молоток более тяжелый. Боёк по площади меньший. И часто получаются вот такие вот вещи. Ну я утрированно конечно снимаю, чтобы было понятно. Вот. При работе вот такими вот сферами. Во-первых, он мягко работает. Естественно, краску он не повреждает. И когда мы бьем... Ну это для примера. Силу удара гораздо легче контролировать. И оно более плавно разбивает вот эти все неровности. Ну в данном случае ребро вот это. Гораздо легче им разбивать. Опять же, можно конечно и так работать. Проблем нет. Вот. Но в основном работают, бьют вот таким образом. Мы бьем и осаживаем. Опять же, площадь окончания маленькая. Большая вероятность сделать так называемый пик минус. Вот. При работе вот такими вот поверхностями. Это гораздо проще. Легче контролируется сила удара. Вот. И более плавно все это осаживается. Я это дело обкатал. Мне понравилось. И решил поделиться с вами. В молотках все-таки две рабочих поверхности. Не только вот это под сменные насадки. Но и вот этой вот тоже можно эффективно работать. И работать с меньшими потерями. Я к тому, что опять же, при неаккуратной работе мы можем вот так вот накосячить. Накосячить. По силе удара. Здесь можно чуть-чуть промахнуться в большую сторону. И, так сказать... То же самое. Можно набить таких же ямок. Вот. Они видны. Но для этого надо лупить от души. Вот оно было ребро. Я особо не церемонился. Вот я его забил. Это я забивал вот этим молотком. Просто брал колотик. И вот оно было ребро. Вот здесь. То же самое. Я не церемонился. По центру я показываю. Я забивал вот этим молотком. Разница видна очень даже хорошо. Так что, обратная сторона молотка очень эффективна и гораздо легче и проще забивать. Чуть дальше я еще одно видео на эту же тематику. Скажем так, условно, мягких и жестких молотков. Мягких и жестких окончаний. Вот. Но это будет чуть позже. Что эту тему немножечко сейчас обкатываю. Жесткие молотки. Это мягкие молотки. Мне понравилась ими работа. Маленький паскриптум еще. Значит, смотрим, что получается. Вот это практически плоская. Это выпуклая у нас. Это тоже все разные диаметры. Разные выпуклости. Я решил их довести примерно вот до такого состояния. Челефоник полярнот. И пообкатывать еще. Потому что, как мы видим, вот. Сферы у них разные. Естественно, работать они будут чуть по-разному. Ну и так же. Вот таким вот, чтобы смыслоник работал. Надо все заполировать. Ну вот он. Самый уставший такой у меня был. Была насадочка. Три минуты буквально. И я ее привел в порядок. Когда большой наклеп. В данном случае. Вот взяла восьмидесятку шкурку. Дальше берем 150. 240. 320. Ну и на финише. Вот. такой кружок. Фетровый. Нанес на него немножко пасты. Я думаю. Очень даже хорошо все получается. Вот так легко и просто. Буквально там три. Ну пусть пять минут можно привести в порядок. Боек. Ну и наконец вывод. Вот. Значит все вот эти вещи. Легко и просто сделать в гараже. Не требует больших затрат. Второй момент. Когда мы работаем вот так. Или работаем. Бьем так. У нас они возможности. То есть мы меняем насадки здесь. Ну и опять же удобно работать на данной дистанции. Вот. Это одно. Но. Вторая. Обратная сторона молотка. Но также присутствует. Вот. Здесь. 10-15 минут. И. Как мы видим. Практически. Почти. Плоская. Очень маленькая выпуклость. Вот. У меня. Так получилось. Такой небольшой наборчик. Я им буду работать. Как мы все понимаем. Чем больше у вас инструмента. Тем больше у вас возможностей. Тем больше у вас. Возможность. Выполнить какую-то работу. Быстро. Или допустим. Быстрее. И качественнее. Что собственно. Является. И целью моего ролика. Где-то я там показал. Как говорится. Сразу оговорюсь. Утрированно там. Долбил по капоту. Или по этим ребрам. Ну это скажем так. Больше для наглядности. Естественно. Что никто так дубасить. По ребрам не будет. Потому что это неправильно. Но тем не менее. Вот такой вот момент. Я заметил. Что работают. Люди. Либо так. Либо сверху. Вторым молоточком бьют. А вот этого я. Нигде не заметил. Поэтому решил. Попробовать для себя. Ну и естественно. Поделиться с вами. Поскольку это я считаю. Незаслуженно обойденная тема. И кто попробует. Я думаю оценить. Что это очень полезная штука. Поехали. Поехали. Поехали.